Привет! В сегодняшнем видео хочу вам показать свои покупки из магазина Ашан. Это будут как предновогодние покупки, так и обычные повседневные. Хочу показать вам вот такой красивый календарь. У меня конец декабря ассоциируется с покупкой нового календаря на Новый год 2020. Мне захотелось на этот раз вот такой классный календарь. Он мне чем понравился, помимо красивых красочных пейзажей. Здесь еще, смотрите, каждый день у нас какой-то праздник, да, как государственные, так, например, и религиозные праздники. И, помимо всего прочего, здесь еще есть фазы луны, на что я тоже обращаю внимание. Календарь красивый. Здесь, смотрите, какие красивые, очаровательные пейзажи. Ассортимент был в Ашане огромный, календарей. Такой календарик я приобрела, ну пусть у нас лежит, в районе 100 рублей. Можно дешевле, можно дороже, можно на спирали. Вообще разнообразный. И вот такой купила лунный календарь здоровья. Это я купила в подарок. Вот так выглядит он на развороте. Здесь тоже есть фаза луны, какие-то советы. Я купила его свекрови. Она увлекается, любит все это читает. Также есть календарь полностью на 2020 год. И что очень удобно, на последующий 2021 год. Такой календарь стоит 44 рубля. За 118 рублей купила ребенку новую книжку, сборник развивающих заданий. Всегда, когда я в Ашане, я покупаю ей какую-либо развивашку. Здесь окружающий мир, мышление, цифры, счет. Классная книжка на логику, на развитие мышления, окружающий мир, математика, геометрия. Все что угодно и почитать, и посчитать. Очень нравится. Ну что ж, теперь давайте перейдем к покупкам продуктовым. За 99 рублей купила большую пачку Нескви, готовый шоколадный завтрак. Содержит цельные злаки. Это большая упаковка, 375 грамм. Такая промо-упаковка, 99 рублей, хорошая цена. Это пойдет нам на все новогодние рождественские праздники. За 72 рубля была черноголовка, пейте без остановки, тархун. Это тоже на новогодний стол. Некоторые из гостей любят вот такие напитки. Я сама уже очень-очень давно не пью. Но для гостей знаю, что у меня будут любители. Поэтому специально для них купила. Еще на новогодний стол у нас пойдут отборные опята в маринаде. Здесь очень хорошие грибочки. Беру уже не первый раз. 530 грамм. Нормальные они по вкусу. Просто открыл банку. И вот, пожалуйста, такая вкусная закусочка готова. 138 рублей цена. Мистраль. Гречневая каша. Чистая, цельная, рассыпчатая. В индивидуальных пакетиках для варки. Из 5 пакетиков. Мне такой способ приготовления гречки в одноразовых пакетиках нравится. Потому что, когда я спешу, нужно что-то быстро и полезно покушать. То такие пакетики приходят мне на помощь. У меня в семье гречку, к сожалению, не очень любят. Поэтому заставляю, скажем так, своих домочадцев есть для себя такие пакетики. 109 рублей за килограмм было бедром куриное. Натурально охлажденное. Купила 2 подложки. Просто потушу, замариную в духовке. Это просто такая нужная вещь. Как гарнир всегда покупаю, когда бываю в Ашане, рис длиннозерный. Мне нравится именно длиннозерный. Я его могу и в плов. Для плова использовать могу. И просто как гарнир нравится. Мне 800 грамм упаковка. Стоит 65 рублей. Из гарнира я также купила щебекинские спирали. Макаронные изделия. 450 грамм. 36 рублей. На них была хорошая цена. Купила, конечно, несколько пачек. Все, что я вам показываю, как правило, это все не в одном экземпляре. Например, рис, мистераль. Все это в нескольких упаковках. Уже начинают у меня подтаивать котлеты Лышкарев из индейки. Здесь 6 котлет. То есть 500 грамм. У них очень хороший состав. Если мне нужно что-то такого плана, то я покупаю Лышкарев. Он продается практически во всех магазинах. Вы видите, состав у него очень хороший. Котлетки замечательно себя ведут. Поджарил, разжарил. И, например, с гречкой обед либо ужин готов. Вот эти из индейки стоили 89 рублей. А из отборной говядины 118 рублей. Тоже состав у них очень-очень хороший. 56 рублей стоила кукуруза сладкая бандюэль. Это очень выгодная на нее цена. Я купила 8 упаковок. Бывает, просто так могу открыть баночку. Например, как гарнир положить 1-2 ложки кукурузы. Мне очень нравится. Также к праздничному столу купила печень трески по-мурмански. Рыбные стерилизованные консервы толстый боцман. 82 рубля. Купила несколько упаковочек. Всегда, когда бываю в Ашане, покупаю их местного производства. Морковь по-корейски. Мне она очень нравится. По вкусу, по аромату. Здесь 300 грамм. За 300 грамм отдала я 41 рубль. Давайте перейдем к молочным продуктам. Молоко простоквашено. 2,5% жирности. 55 рублей. Кефир белый город. 3,2% жирности. Стоил 56 рублей 20 копеек. И кефир собственного производства Ашан. Однопроцентный. Это я беру себе. Я могу с мюсли покушать. Могу просто выпить перед сном. Не каждый день, но бывает. Он стоил 58 рублей. Так хорошо затарилась я. Также купила себе активия. Заряд пробиотиков. Комфортное пищеварение. Это у нас с апельсином, кумкватом, кенуа и льном. И точно такие же, только с малиной. Ребенку купила творог, мягкий, 5%-ный. Стоил он 32 рубля. Хорошая цена. Удобно, что в одноразовых таких баночках. И супругу купила фрути с 8%-ной кампина, с бананом, мороженое и кокос. Стоил он 16 рублей. 58 рублей. Разнообразные виды были творожного сыра, банфеста, соленые огурцы и вяленые томаты. Также было с лисичками и классические варианты. Очень хорошо на черный хлебушек, на тост. Просто здорово. Из молочного ребенку купила несколько видов Актимэля. Сейчас очень популярен мультик «Холодное сердце». Кстати, мы с ней ходили на этот мультик. Вторая часть нам очень понравилась. И, конечно, теперь собираем героев, наклейки, все, что связано с этим мультиком. И вот даже Актимэля выпустила клубнично-банановый сюрприз. Стоили 17 рублей 99 копеек. Набрали разные виды. Вот показалось, что попалось. Из творожно-молочного еще пармалат, курага из лаки и цитрусовый микс. Это очень вкусный йогурт. Беру не первый раз. Они такие нежные, классные. Стоили они 48 рублей. Так они обычно стоят дороже. Так, еще тут у меня затерялось в нескольких упаковочках. Взяла горчицу русскую. 150 грамм каждый день. По-моему, 18 рублей она стоила. 10 сырков взяла вкуснотеево. Обожаю эти сырки. У них замечательное качество. Они нежные, вкусные. На них была хорошая цена 19 рублей. Надо было взять, конечно, больше. Потому что в обычной жизни они стоят 26 рублей и дороже. Давайте перейдем к сладкому. Из сладкого я взяла конфеты чернослив в шоколаде. Мне очень нравятся эти конфеты. На них была тоже приятная цена. 374 рубля. Я взяла 7 конфет. Вот вышло мне почти на 100 рублей. Себе купила овсяное печенье. Злаковое. Оно очень вкусное. И вот такие злаки, орехи, семена. Сверху посыпано. Очень мне нравится. Нежное, рассыпчатое, вкусное. Килограмм 147 рублей. Я взяла на 73 рубля. Мне хватит этой пачки на очень-очень долго. Хлеб. Эко-хлеба родино. Ржаной, заварной, прима. Стоил 26 рублей. Здесь всего лишь получается 4 таких полных кусочка. Мы хлеб практически не едим. Я вообще не ем. А супругу покупаю с горячими блюдами. Ну, либо просто там как-то покушать. Но тоже очень-очень мало. Сейчас вам покажу. Они влезают в кадр от мандарины. Мандарины были по 47 рублей. Я взяла несколько таких пакетов. Очень классные мандарины. Вкусные. Мне такой сорт мандаринов нравится. Еще я взяла Рафаэлла. Несколько упаковок. Рафаэлла было 187 рублей. Это очень хорошая цена. В других магазинах дороже. Тоже запаслась на составляющие новогодних подарков. Себе взяла Мерси. Кофе и сливки. Обожаю этот шоколад. Он очень нежный, вкусный. Тает во рту. Здесь 4 индивидуально упакованных плитки. Обалденный шоколад. Очень-очень вкусный. Да, он не бюджетный. Но он шел по скидке. 87 рублей. Поэтому взяла. И последнее, что покажу. Это Ашан. Такой кофе. На одноразовых пакетиках. Вот в таких, как он нарисован. Здесь 25 одноразовых пакетиков. Четвертая степень крепкости. Я такую кофе беру. Либо в какую-то поездку, дорогу. На работу. Еще куда-то. Чтобы заварить. Потому что, как правило, в одноразовых пакетах подается все кофе. Три в одном. С сахаром, с сливками. Мне это абсолютно не нравится. Поэтому я покупаю вот в таких упаковках. Такая упаковка стоит 157 рублей. Не каждый раз она бывает. Поэтому пока была в наличии, я решила ее приобрести. Мой чек составил 3828 рублей. Надеюсь, вам было интересно и информативно посмотреть. Оставляйте свои комментарии. Увидимся в следующих видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok